Дни Чувашии 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 Один клуб-прицеп – это одно рабочее место, там надо уже смотреть, что мы будем задействовать уже и металлургией, то есть будет мультипликативный эффект по рабочим местам. Второй момент – по налогам. Дело в том, что налоговая база по импортной технике, которая не имеет цены, она уже была использована и предназначена для утилизации ниже, за счет чего, что завозится по более низким ценам, мы платим же налоговую нагрузку от дохода почти 11%. У машиностроителей другие проблемы. Опыт работы концерна «Тракторная завода» показывает, конкуренты выигрывают не за счет технических параметров, а за счет высокой финансовой маневренности. Я могу ответственно сказать, что наша техника соответствует всеми мировым требованиям и мы удерживаем рынок, удерживаем свои позиции. Но при конкурсе даются условия отсрочка платежей, отсутствие авансовых платежей. В итоге мы из-за отсутствия оборотных средств и не имея такой финансовой поддержки, такого финансового плеча, как иностранные компании, мы не можем участвовать просто изначально, потому что мы не можем выполнить эти условия. У нас отсутствует механизм субсидирования процентных ставок на кредиты по тех переоружения, на кредиты, которые взяты начиная с 2011 года. То есть идет субсидирование кредитов в 2009-2011 года. Но мы же не прекратили сегодня модернизировать производство, у нас еще и непочатый край работы. Еще один фактор, сдерживающий развитие предприятий не только Чувашии, но и всего российского машиностроения, до сих пор не решены вопросы сертификации электротехнической продукции, используемой компаниями стран Таможенного Союза. Сегодня в стране у нас нет ни одного независимого сертификационно-аттестационного центра, результаты которого признавали бы все субъекты энергетики. То есть в Советском Союзе за это отвечал главтехуправление Минэнерго, при РАОЕС был научный комитет, с распадом РАОЕС, то есть фактически эти функции исчезли. И чтобы получить разрешение применения изделий на субъектах энергетики, сегодня такие центры создают каждый субъект энергетики. То есть нефтяники свое, газовики свое, ФСК свое, было МРСК создавали свое, РУСГИДРО собирались тоже свое создать. И в результате получается, что мы должны проходить многократную аттестацию изделий, чтобы попасть на российский рынок. То есть эта система ненормальная. Словом, проблем, которые необходимо решить в ближайшее время, накопилось немало, и в одиночку ни один регион с ними не справится. Между тем речь идет о защите не только отечественного рынка, но и экономических интересов страны. Уже пора нам вместе с современными учеными, которые мыслят широко, а не только в рамках теории Хаека, приступить к разработке закона о промышленной политике. Общий язык нашли и участники расширенного заседания Комитета по агропродовольственной политике и природопользованию. Сенаторы Совета Федерации и участвовавшие в работе Комитета представители министерств обсудили ряд проблем, касающихся предоставления субсидий льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Отдельно затронули вопрос о восстановлении хмелеводства как перспективного направления развития агропромышленного комплекса. Пока еще не поздно, необходимо принять срочные меры для возрождения хмелеводческой отрасли в целях сохранения данного производства, которые, в первую очередь, ориентированы на импортозамещение. И это, в первую очередь, касается Чувашской республики, где производится основное количество потребляемого российского хмеля, которое производится в Российской Федерации. Почему же Чувашия еще в советское время была выбрана основным хмелепроизводящим регионом России? Прежде всего, это вековые исторические традиции выращивания хмеля, а также природно-климатические условия. Речки, овраги, пруды, склоны. Мы все прекрасно знаем, что хмель растет на склонах оврагов, поймах рек, где, значит, как раз и влажно, и туманы. Поэтому еще и в 1990 году в республике был открыт научно-исследовательский институт хмелеводства Российской Академии. Единственное в России профильное научное учреждение, занимающееся научными и практическими проблемами отрасли. Его специалистами выведены сорта хмеля, внесенные в государственный реектор селекционных достижений и допущенных к использованию. Учеными института сохраняется и поддерживается мировая коллекция сортов хмеля, одна из крупнейших в Европе, которая сегодня оценивается в несколько миллионов, это десятки миллионов долларов. К сожалению, приказом под номером 111 от 8 июня 2010 года по Российской Академии сельскохозяйственного института был присоединен Чувашскому научно-исследовательскому институту сельскохозяйства без права образования юридического лица. То есть, фактически, произошла его ликвидация. Уважаемые сенаторы, также хотел напомнить о том, что хмель используется не только пивоварение, но еще и пищевой промышленности, косметической, медицинской, а как раз и в других отраслях. В Чувашской республике сохранились фронтации хмеля, кадры. Через 5-10 лет мы можем потерять и кадры, и хмельники. Восстановление хмелеводства важно и с точки зрения социальной. Это занятость населения, это новые рабочие места. Для Чувашии, где избыток трудовых ресурсов, это чрезвычайно важно. Не менее важный фактор межрегионального сотрудничества в плане реализации хмеля и хмелевых продуктов. Уважаемые члены комитета, я предлагаю записать в решение комитета, значит, первое, разработать и утвердить федеральную целевую программу развития, производства и переработки хмеля Российской Федерации на 2014-2020 годы. И второе, рассмотреть вопрос о восстановлении статуса единственного в России профильного научно-исследовательского института хмелеводства как самостоятельного научного учреждения. По мнению членов Совета Федерации, разговор получился содержательным и конструктивным. Огромное значение это имеет, в том числе, потому что палата регионов заинтересована в постановке этих задач не только в Чувашии, конечно, а по всей стране. И они действительно имеют общегосударственное значение. Некоторые есть национальный уклон, например, по поводу хмелеводства. Но общегосударственное значение имеет то, что это импортозамещающий продукт, повышение, опять же, налогов, поддержка собственного спектра сельского хозяйства, науки и так далее. Так что все доклады были просто замечательны на высшем уровне. В докладе, прозвучавшем на аграрном комитете, были уже заложены несколько законодательных инициатив. Это просто замечательно. Мы уже сейчас напрямую в стенах Совета Федерации продолжим работу и передадим законодательную форму тем инициативы, которые идут из республики. Это такой самый короткий, может быть, даже самый эффективный способ введения нового законодательного порядка. Я очень рад такому тесному и очень плодотворному сотрудничеству. Вопросы подготовки и празднования столетия Чувашской автономии и 550-летия ее столицы обсуждались на заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению. Согласно указу главы государства, юбилеи вошли в перечень памятных дат, которые будут отмечаться на федеральном уровне. Учитывая историко-культурное значение памятных дат Чувашской республики, более половины всех расходов, это 55,8% по планам мероприятий, приходится на реконструкцию и реставрацию объектов культуры и культурного наследия. Большинство этих объектов расположены на центральных улицах Чебоксар, в местах массового пребывания жителей и гостей столицы республики. Красная площадь, сердце Чебоксар, центральное место проведения всех праздничных мероприятий. Главная ценность нашего города – неравнодушные и активные жители. Не случайно в этом году город Чебоксары попал в книгу рекордов за организацию и проведение самой массовой зарядки в истории России и Европы. На главной площади собралось около 30 тысяч горожан. Бульвар, именуемый в народе Чебоксарским Арбатом, назван в честь купца Прокопия Ефремова, заступника Чувашии, крестьянина по происхождению, мецената, основатель династии, который много сделал для благоустройства города Чебоксары. Основная цель проекта – сохранение уникального исторического памятника, каменный двухэтажный дом и создание современного музея города. Реконструкция дорожной сети включает в себе магистральные улицы города. Таким образом будет обеспечена бесперебойная, надежная и безопасная транспортная доступность основных площадок юбилейных мероприятий. Благоустройство территорию парков с целью создания зоны отдыха для жителей города и гостей столицы всех возрастов – наша приоритетная задача. Основная задача, которую необходимо решить при подготовке празднования – формирование имиджа города Чебоксары как одного из важнейших исторических и культурных центров России. Общий объем финансирования, предусмотренный на эти цели, составляет 25,7 миллиардов рублей, в том числе 8 миллиардов за счет средств федерального бюджета, около 10 из консолидированного бюджета Чувашской республики, еще 8 миллиардов в небюджетные источники. Большая часть ваших усилий, я не говорю про финансирование, направлены на объекты культуры. На мой взгляд, это не очень традиционно, то есть обычно мы видим дорожное строительство, оно у вас тоже присутствует, тоже в большом объеме, но и объекты культуры, вот это сразу бросается в глаза. Это хороший пример для всех остальных, мне кажется, это очень традиционно, потому что мы, когда мы культуру, все время видим совершенно по-другому. Без определенных финансовых вливаний многие вопросы не могут быть решены. Поэтому наша общая задача все-таки, чтобы вот эта беседа не осталась хорошей беседой, встречи друзей, а чтобы действительно был какой-то сухой остаток. Это вот мое мнение, поэтому я думаю, что надо проект решения очень тщательно проработать, с тем, чтобы он все-таки дал определенный импульс в этих вопросах. Сбегая вперед, можно сказать, что сенаторов поддержала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Уважаемые коллеги, я считаю, наша задача Палаты регионов отследить, чтобы те средства, которые предусмотрены в соответствующем постановлении правительства во исполнении указа до 19-20-х годов были республики выделены. Собственное постановление правительство должно исполнять. Поэтому я попрошу комитет по бюджету, я попрошу сенаторов от республики Чувашия оказать все содействие, чтобы ежегодно необходимые объемы финансирования были предусмотрены для республики Чувашия для ее дальнейшего развития. Символично, что подготовка к памятным датам начинается в год культуры, заметил глава Чувашия на встрече со спикером Верхней Палаты Российского парламента. Духовность, нравственность, о чем мы говорим, которые должны быть прежде всего в каждом гражданском обществе, в каждом регионе. Будем делать все для того, чтобы весь народ, у нас, допустим, если взять 128 национальностей в республике, 8 этнических кругов, все живут в мире и в согласии. Счастью, Чувашия, то, что отличает, действительно, при том напряжении, которое есть в ряде региона, у вас все-таки действительно межнациональный мир и согласие, и, слава богу, у вас не коснулись такие межнациональные проблемы. Поэтому и в этой сфере, и во многих других сферах опыт Чувашии интересен на федеральном уровне. И надо об этом говорить. Валентина Матвиенко положительно ценила презентацию Чувашии на федеральном уровне, отметив, что Дни Республики в Совете Федерации проходят очень насыщенно и производят хорошее впечатление. Сенаторы также с большим интересом поработали в комитетах, хорошее осталось впечатление по итогам. Будем надеяться, что это будет полезно и для Совета Федерации, но, первое, очень, конечно, для республики, чтобы не только Чувашии знали, что происходит в регионе, но чтобы на федеральном уровне представляли конкретный регион с его достижениями и проблемами. Так что рада вас приветствовать. Деловую часть Дни Чувашии завершил час субъекта федерации. Глава Республики Михаил Игнатьев кратко познакомил сенаторов с основными направлениями социально-экономического развития, расставив акценты. В результате реализации стратегии планируется существенный рост основных экономических показателей и, в первую очередь, снижение доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. Для достижения поставленных целей Чувашия обладает развитой промышленностью и транспортной инфраструктурой. Достаточными энергетическими мощностями, сильным строительным комплексом. Всего на сегодняшний день осуществляется более 70 инвестиционных проектов. Планируется, что в результате их реализации к 2020 году количество высокопроизводительных рабочих мест увеличивается почти в 4 раза. С 26 тысяч до 105 тысяч человек. Эффективно реализуется программа Чуваший биорегион. В экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам 9 месяцев текущего года республика вошла в десятку лучших. Наши крестьяне производят качественные экологически чистые продукты под общим брендом «Чувашский биопродукт», пользующиеся широким спросом за пределами республики. Это один из важнейших факторов повышения конкурентоспособности сельхозпроизводителей в условиях вступления России во всемирную торговую организацию. Глава Чувашия также отметил, что основной объект инвестиций в республике – человек. Его поддержал спикер госсовета Юрий Попов от имени Чувашия, предложивший продолжить действия социальных программ, направленных на развитие села. «Хорошо показал себе Чуваший, я думаю, не только Чуваший, но и в других субъектах, наверное, всероссийский проект «Земский доктор». Однако только докторами село не наполните. На селе нужны молодые педагоги, инженеры, агрономы, зоотехники. В связи с этим считаю необходимым на федеральном уровне, по аналогии с проектом «Земский доктор», создать механизмы привлечения и закрепления молодых квалифицированных кадров на селе». Сенаторы приняли решение поддержать ряд предложений, озвученных Чувашской республикой. Конечно, всегда приятно отмечать успехи субъектов федерации, но вдвойне приятно, когда региональные достижения связаны в том числе с перспективными инновационными отраслями, что сегодня крайне необходимо для России. В республике реализуются очень интересные наукоемкие проекты, формирующие точки быстрого экономического роста. Инновационный территориальный электротехнический кластер Чуваши – хороший пример для других регионов. Руководством республики осуществляются эффективные меры государственной поддержки предприятий, проводящих обновление производственных мощностей. Большая работа в Чуваши проводится для привлечения инвестиций в экономику региона. В республике разработана инвестиционная стратегия с конкретными индикаторами ее реализации. Реализуется республиканская целевая программа привлечения инвестиций в экономику до 2020 года. Все это очень важные шаги, направленные на модернизацию экономики региона, а значит, в целом на модернизацию экономики России. В Чувашии известно как «Край ста тысяч песен и ста тысяч вышивок», но это далеко не единственное наше достижение в культуре. Узнать о республике немало нового смогли посетители выставки, организованной в Совете Федерации в дни Чувашии. За быстрое погружение посетителей в национальную культуру отвечал ансамбль «Щавал». Артисты продемонстрировали не только замечательные вокальные данные, но и умение играть на народных, бытовых и даже плотницких инструментах. Двуручную пилу зрители воспринимали как самостоятельную солистку. Сама экспозиция была не очень большой, но насыщенной. Чтобы создать у зрителей представление о творческом разнообразии, организаторы отобрали изделия и народных мастеров, и профессиональных художников. Получилось действительно интересно. Замечательная работа, я искренне говорю. Это вот на руках представления. Столь лестную оценку заслужили керамические работы выпускников Чебоксарского художественного училища. Перед мольбертами же с иллюстрациями к поэме «Нарспи» зрители потрясенно замолкали. Известный художник Праски Витти использует редкую технику горячей эмали. Другие приемы легко управляются символами и знаками, и то, что получается в результате, просто завораживает. Достижения народного хозяйства показывать сложнее, но для этого и существуют современные технологии. Все, что не уместилось на стендах, можно было увидеть на экранах. Что же касается уважения к здоровому образу жизни, его участникам делегации удалось продемонстрировать наглядно. Ответственность за судьбу России и отдельно взятого региона – нелегкая ноша, которая по плечу только крепким людям, закаленным и морально, и физически. В том, что в Совете Федерации и Госсовете Чувашии работают именно такие, сомнений не возникло. Страсти на поле кипели нешуточные. Игроки даже получали настоящие травмы. Чтобы игра не превратилась в баталию, потребовалось женское вмешательство. Вполне вероятно, что именно оно и решило исход матча. Был забит один-единственный гол, к сожалению, в наши ворота. Впрочем, это никого не огорчило. Ну, конечно, человек, когда выходит на игру, на поле, всегда ставит себе задачу, я думаю, что победить. И, конечно, у нас была цель – победить. Но, к сожалению, нам меньше повезло. Но я думаю, что наша команда играла достойно. Ну, с достойным соперником. И не грехи проиграть. Команда Совета Федерации, которую можно считать хозяевами поля, тоже осталась довольной и игрой, и самой возможностью поразмяться на свежем воздухе, и соперниками. На вопрос, что лучше удается нашим депутатам, законодательные инициативы или голы, капитан сборной Совета Федерации ответил попарламентски виртуозно. Я думаю, все должно быть на уровне. И в спорте мы должны показывать пример. И, конечно, в нашей работе, качество нашей работы должно быть на высоком уровне. Подобная встреча не на политической, а на спортивной арене прошла впервые. Но, похоже, она положит начало новой традиции. Коллективные мероприятия, как известно, позволяют познакомиться поближе. А это при совместной работе совершенно необходимо. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!